Хм, может на обзоре ведро, а может не ведро. Посмотрим, так посмотрим. Всем привет, с вами я, Конор. Да, наконец-то, молитвы сбылись, наши мечты сбылись. Наконец-то, в троллейбус ФС, и мои молитвы, и ваши молитвы, все молитвы, короче, те, кто желали видеть этот троллейбус, наконец-таки, сбылись. Короче, сегодня у нас на обзоре будет на троллейбусе ФС, Гарри Смот, троллейбус ФС. Троллейбус российского производства Троллза Мегаполис, Троллза 52-65. В Одесской окраске, ну да, потому что мы тут сейчас играем на новой карте, на новой карте под названием Сумы, украинской карте. Да, Сумы, это украинский город, давайте, короче, не будем вспоминать данную тему. Ну, что могу сказать по данному троллейбусу? Я на этом троллейбусе один раз покатался только у себя в городе. Да, у меня он в городе тоже ездит, но я не живу в Москве. Они раньше в Москве ездили, сейчас они ездят в Санкт-Петербурге, в Туле, там в других разных городах, где они могут еще ездить. Ну, короче, эти троллейбусы запланили... Так все должно бежать. Эти троллейбусы запланили практически все города нашей великой необъятной, так сказать. Ну, что могу сказать по внешнему виду? Ну, довольно неплохо так выглядит, довольно прикольно, типа, ну, немножко, конечно, морда такая, не сильно уж красивая, но много, очень много-много-много точечных фар. Типа, как светодиодики. Ну, это и так как бы и есть, светодиодики. Этот автобус... Ой, этот троллейбус у нас низкопольный. На нем, кстати, даже стояли турникеты, ну, когда они раньше ездили в Москве, там, ну, да, там стояли раньше турникеты, но сейчас в Москве же не ездят троллейбусы вообще. Поэтому наши троллейбусы остались только вот либо здесь, либо в других городах нашей великой необъятной. Ну, и вот. Шины обычные, троллзовские, стандартные, ничего такого сверхъестественного как бы и нету в данном троллейбусе. Да, кстати, этот троллейбус еще вдобавок, я как помню, имеет автономный ход. Он имеет. Типа, в нем есть какой-то запас аккумуляторной батареи, там, в случае, когда троллейбусе или это находится не в нем, или в нем, я не помню, ребят, честно. Можете мне подправить меня в комментариях, вот, ради бога, если есть кто-нибудь из желающих именно меня подправить там и так далее, я буду очень рад именно тому, что вы мне подправите в комментариях. Вот так сейчас у нас открываются двери. Ну, это аварийное открытие дверей. Хотя обычно дергать все это вручную, но поскольку тут в троллейбусе есть давление, я вручную, к сожалению, хрен открою, поэтому привел с помощью автономной безопасности. Давайте-ка сперва дадим напряжение данному троллейбусу. Сначала дергаем справа налево. Потому что справа у нас находится фаза, а слева находится ноль. Все. Прекрасно, хорошечно вставились у нас штанги. Теперь можно сесть. Ну, естественно, я тут седухи поставил такие, московские, с такой прекраснейшей обивкой, как можете заметить. И тут больше, тут особо-то ничего такого нету. В данном троллейбусе. Ну, то, что он низкопольный, да, это, конечно, плюс. Потому что, ну, всякое бывает, ну, вдруг у бабушек там, ну, плохо ходят ноги, лень подниматься на автобусы. Или, к примеру, кто-нибудь заходит там с коляской, кто-нибудь заходит там с велосипедом, кто-то заходит там с чем угодно, кто-то вообще даже инвалиды туда заходит в автобусы. Ой, то есть в троллейбусы. Ну, там и автобусы, троллейбусы, короче, ну, это и прочее. Тут, кстати, также выдвигается специальный мостик для того, чтобы поднимать коляску или же, чтобы поднимались инвалиды. То есть заезжали через этот мостик и вставали вот сюда, на место для инвалидов. Ну, и тут, в принципе, тут ничего такого сверхъестественного, как бы, нету. Тут также есть лестница, как же без неё очищать угольки. Вот она, наша лестница. Вот такая, вот так вот она у нас раздвигается. И всё. Ну, звук-то звук. Звук есть звук. Не, вот то, что вот он низкопольный, да, это прям реально плюс. И, кстати, тут даже стояли, тут, ну, я уже сказал, что на этих троллейбусах стояли турникеты. Вот, ребята, вот скажите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот, те, кто ездили на данных автобусах, ой, на данных троллейбусах и на, вообще, ну, на этих троллейбусах, вот, скажите, правда, удобно ли на нём вообще ездить? Или хреново? Потому что я когда один раз на нём прокатился, именно в реальности, ну, мне показалось, нормально, пойдёт. Типа, ну, в отличие от зевушки, это, конечно, что-то более новое. Кстати, у нас также тут открываются и закрываются двери, как можете сами заметить. С таким интересным звуком. Вот так у нас закрывается. Ну, к сожалению, фортки у нас не работают. Это хреновато, конечно, но могли бы это реализовать. Ну, ладно. Хоть что-то далее. Как это так произошло? Блин, у меня троллейбусы исчез. Кошмар. Придётся заново спавнить. Так, ну ладно. Открываем двери. Так, провода появились. Блин, придётся опять заново. Ставить штанги. Опять справа налево. Так. Всё. Поставили. Заходим... Блин. Заходим обратно. Да ё-моё. Во. Так, что нам нужно сделать сперва? Сперва врубаем питание. Там, печи салона. Печи кабины. Ну, хотя... Сейчас вроде не особо холодно. Поэтому... Да хотя пускай всё равно будет врублено. Питание мотор-компрессор. Блок питания. Потом... Ставим ключ. Поворачиваем ключ. И запускаем всё остальное. Что у нас тут есть? Естественно, тут это у нас проходимость стрелки. Так, движение. Включение автоматических дистанций. Автоматической системы контроля проезда. Информатор. Объезд. Кстати, давайте врубим сначала габариты. Противотуманные фары. Освещение кабины. Хотя она нафиг пока не нужна. Не, хотя давайте-ка врубим. Потому что сейчас уже темнота наступает. Поэтому на всякий случай давайте-ка врубим. Пускай всё это будет включённым. Так, продолжаем. Дальше мы врубаем. Диагностика ABS. Преобразователь напряжения. Аккумуляторная батарея. Мотор-компрессор. Гидроусилитель. С таким вот звуком. Прям как УЗИУ. Как УЗИУ, точнее. УЗИушки. Хоть что-то осталось. Хоть что-то старое. Или это вообще звуки от этого. А, наверное, это вообще будет звук от БКМ. Ну, а БКМ, АКСМ, короче. Вот мы поняли. Так, врубаем это. Выключение дистанционного управления. Так, включаем, короче, автоматический выключатель с дистанционным управлением. Это обязательно. Автоматический систем контроля проезда. Информатор. Так, что у нас тут дальше-то? Ну, всё. Тут больше вырубать тут особо и нечего. Так, что дальше делаем? Так, средняя дверь. Так, закроем давайте вот эту дверь. Так. Так, ребят, всё. Снова мы на связи. Кстати, сигналка. Ой. Ну, сигналка тут стандартная. Да, тут просто шла такая... Перезагрузка карты. Если так сказать. Да. Давайте сейчас откроем эту дверь. Ну, кстати, освещение работает грамотно. Очень даже хорошо. Это очень прям радует. Звук такой. Интересный. У этого троллейбуса. Так, давайте-ка сейчас я тогда поставлю на него маршрут. Да, тут, кстати, вот она, московская окраска данного троллейбуса. Но сегодня я взял одесскую окраску. Но я ещё раз, я повторюсь-ка. Сори. Так, закрываем дверь. Закрываем дверь. Так. А, цифра четыре. Это открытие всех дверей. Угу. Ну, чё. Реверс вперёд. Тут, кстати, кнопкой всё. Тут вот реверс вперёд. Это ноль. Вот так вот. Кстати, вот тут даже есть самовоспроизводящий звук. Вы сами слышите. Очень. Очень даже хорошо. Очень даже удобно. Вот реально. Так, переключаем на... На передний вход. Поехали. А, точно, ручник. Так, снимаем ручник. Поехали. Ну-ка, давайте-ка я сейчас выставлю и так же информатор. Тут, кстати, присутствует информатор. Поэтому поедем сегодня по информатору. Как раз-таки на этой карте я его поиспытаю. М. Ну, чё, погнали. Ну, кстати, рулится-то он так довольно неплохо. Сам в себе. Да, тут теперь главное, чтобы вспомнить, как управлять. У-у-у-у. Блин, понимаю я тебе, чувак. Штанги вылетели. Ну-ка, давай-ка проедем тебя, чувак. Потихонечку. Ой. Всё, объехали. Замечательно. Почему, кстати, ребята, я сейчас стал ролики делать намного пореже? Потому что я сейчас обучаюсь в автошколе. Ну, а в автошколе, правильно, нужно... Нужно больше внимания. Ну, чтобы сдать на права, на категорию вообще. Поэтому, естественно, я стал ролики пореже делать и... Ну, куда ты обгоняешь, блин, чувак? А. Тихо. Почему так лагает, блин, а? Какого хрена? Так, давай-ка сюда, шо-ли. Блин, вот... Почему так, блин, лагает реально? Не очень-то приятно. Так, останавливаемся, открываем двери. Так, информатор. У вас обслуговує ПАТ-СМР-Електроавтотранс. Бажаемо приемной поездки. Тролейбус, рухайте за маршрутом. Номер... Сім. До кінцевой зупинки... Центролит. Обережно. Двери зачиняются. Наступная зупинка. Залізничная станция. Басы. До уваги пасажирів. Дванадцатый маршрут від кінцевой зупинки. Тролейбусный парк Залізничного бобза знаходиться в ликвидації. Переброшено за незручностей. Кстати, информатор такой, блин, интересный, украинский, ё-моё. Проигрывание на украинском языке. Так, ща нам надо переместить стрелку на... лево. Запутайся тут. Я просто уже забыл немного, как тут управлять. К сожалению, пока руля у меня нет, ребят, но... Привесся терпеть. Так, ща будем двигаться в прямом направлении. Кстати, как вы заметили, карта довольно прикольно сделана. Всё отлично. Типа широкие полосы. Плеск. Ща будем ждать. О, зелёный загорелся. Поехали. Блин. Слетели. Да, и у меня тоже ща все штанги повылетали. О, тачки. Поставим вон на ручник. Так, передняя дверь. Выходим. И ставим штанги. Сори. Немножко просто я подзабыл, как тут всё делать. Ну, такое тоже может быть. Поэтому... Это я. Это типичный я, сука. Просто реально. Так, выбираем ручник. Поехали. Так, врубаем автономный ход. Реверс вперёд. А, стоп. Порог включить. Всё, врубили и нормально. Ну, кстати, в плане управления он реально такой неплохой троевый сам себе. Так, всё, штанги проехал и нормально. Да, так минимум, скажешь, что у меня немножко так всё стало подвисать, блин, по непонятным причинам, вот реально. Это неудобно. Это, наверное, подвисает, а с того же карта сама по себе не маленькая, довольно крупная. Из-за этого всё подвисает. Из-за этого всё подвисает. Так, вот основка. Подъезжаем. Маршрут пять и пятнадцать А. Так, ставим на ручник. Зублинка, залезничная станция, бассейн. Побережно, двери зачиняются. Наступла Зублинка. Рынок СКД. Красота. А, Харьковская улица. Ща. Зублинка. Рынок СКД. Побережно, двери зачиняются. Наступла Зублинка. Харьковская улица. Ват, ебаш, тяж, маж, запрошу на работу. В этих троебусах, слюсериев, электромонтеров контактов варежи та инших творчих особистостей. Взвольтайтесь до виду надзвучайных приемов в ежи. Запрошуете всеважающий Кримсталькер 2, Рожану. Просто опять проиграйте этот информатор. Суплинка. Харьковская улица. Побережно, двери зачиняются. Наступла Зублинка. Центролит. Блин, вот, жалко, что тут нет автоматического этого, какого, возврата поворотника и руля, блин, вот это вот хреново. А руль придется возвращать самому, то есть... Блин. Штанга не поехала не в ту сторону. Да, стой. Да, чуть-чуть вот назад сдадим. Так, все хорош. А можно больше, пожалуйста. Хотя бы 35. Ой, не 35, ровно 30. Ровно 30. Так, ждем-с. Блин. Я тут... Да, тут просто есть кнопки, которые можно управлять стрелками. Вот так вот. Давай, поехали. Так, поворот направо. Машин нету. Слава богу. А вот, кстати, конечко. Я особо тут не стараюсь прям быстро ехать, блин, тоже боюсь, что опять штанги могут слететь, и все. Он, походу, сказал, что это конечко. Я, если правильно понял. Сейчас где-нибудь встанем. Место поудобнее надо найти хоть какой-нибудь. Давайте-ка здесь. Я-то и машу там. Так, ну ладно, ребят, давайте уж тогда на этом все. Спасибо вам огромное за прекраснейшее проведенное свое время во время премьеры там или как там еще угодно. Поэтому с вами был, естественно, я, Конор. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал. Ну и много-много другое. Поэтому давайте, ребят, всем спасибо. Удачи вам. Ой, то есть не пока, а еще увидимся. Как-нибудь. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok